Если даже мы здесь все геи... Бля, сынок, у тебя нормально с девушками все? Были, которые бухали вместе с клиентами и стригли в этот момент. Вот я буду сидеть и говорить, Егор там херово стрижет. Ну только клиенты будут к Егору, блядь, ходить, к примеру. А я буду сидеть вот это вот. Самое главное укладка, укладочное средство, давай так, это хорошая стрижка и фен. Это самое яркое выступление, которое мне запомнилось со всего этого мэнстейджа. Потому что они спустились к Бухалову. В первую очередь ты слышишь хейт, а потом ты узнаешь про себя что-то хорошее. Если что-то ты делаешь, ты урод, козел и пидорас. Окей, сегодня мы начинаем первый пилотный выпуск нашего внезапного подкаста. Сегодня со мной в этой прекрасной студии Ярослав Гельцер. Привет, привет. Сооснователь барбешопа «Утопия», плейбой-миллиардер-филантроп, «Коуч», «Коуч»? Давай миллиардер уберем пока что. Плейбой-филантроп, «Коуч» Рэббл. Да, «Резидент Рэббл», да. «Резидент». В чем, кстати, «Резидент» отличается от «Коуча»? Названием. Ну, звучит, звучит. Ну, у нас «Резидент» и «Амбассадор». Все, у нас только два места. И «Пионер» красноярского барберинга. Один из первопарходцев. Отец. Батя. Батя. А также со мной сегодня Михаил Высокин, внезапно залетевший в этот подкаст. Наш... Кто ты? Наш близкий друг, барбер. Брэн-барбер Сочи. Сочинский барбер-эксперт Михаил. Я, Егор Олегминский, брэн-барбер Тайги. И просто хороший парень. Я еще скромняга, потому что это еще и финалист Мейнстенджа по своему направлению Фэйда, занявший второе место. Также он преподаватель. И, как ты вчера спросил, можно меня называть директор... Ой. Руководитель филиала... Руководитель филиала на авиаторах. На секундочку. На секундочку. Итак, сегодня бы хотелось поговорить немного о нашем любимом деле, о том, чем мы живем, о барберинге. Такие небольшие попизделочки. Все-таки ты будешь материться, да? Чуть-чуть. Мне Вася дал добро. Он сказал, если что, пацаны, типа, не стесняемся. Поэтому давайте, как говорил Иван Дорн, не будем стесняться. Давайте. Первое, что я хотел бы обсудить, это переход от брутального, от этого барберинга. Все помнят, Ярик особенно, когда барбершопы только-только на своей заре начинали с рекламы о том, что брутальные мужики стригут брутальных мужиков, брутальность, брутальный барбершоп, брутальное пространство, брутальные стрижки. Сейчас мы постепенно переходим к тому, что появляется какой-то салонный уход, уход за лицом, масочки, патчи, камуфляж, седины и так далее, и так далее, и так далее. Но давно уже появился ваксинг, где-то с кожи головы, что-то такие, салонные услуги. И это уже немного не бьется с тем, что вот эта брутальность, она переходит в какое-то салонное качество. Но здесь, как бы, мне кажется, не то, что там убивает брутальность или не бьется с этим. Здесь больше уже идет, что брутальный мужик должен ухаживать за собой. Не, сто пудов, я с этим согласен полностью. Потому что все-таки поняли, что, блядь, барбершопы приходить бухать вместе с барбером. А до сих пор есть такое. Есть такое, понятно. Но сейчас, к счастью, это начало уже более в камерное уходить. Потому что, ну, все-таки лучше, когда мужик выходит из барбершопа более преображенный, чем более опушенный. Не пьяный в голову. Еще хуже просто вышел оттуда, чем был. Пришел свежий, вышел помятый. Да, как бы. Ну, это здорово, мне кажется, что начало переходить в такое. Мне кажется, не за горами тема, когда появится уже полноценно в каждом барбершопе маникюр. Ну, что-то такое. Да. Потому что свои лопаты надо подпиливать. И явно я вот с этим, например, не справляюсь дома. Ну, так, как это может сделать профессионал. Ну, да. У нас пока что в Красноярске это отдельно. Да, как бы. Мы попытались. А что пошло... Ну, если ты можешь об этом говорить, что пошло не так? Могу я об этом говорить. Я помню, что в УТОПе в какой-то момент появился маникюр. Я думаю, о, наконец-то в барбершопе появился маникюр. Да, мы были первые. И в этом и причина. Мы были первые. Потому что... Ну, и рановато, мне кажется. Ну, как мы поняли, что, видимо, рановато. Потому что, ну, вообще не пошло. У нас... Самая главная была проблема в мастерах. Которым нужно было понять, что на мужском маникюре они могут зарабатывать. И зарабатывать не меньше. Да, типа, так же, как я когда-то, что все, я не буду там мастером-универсалом. Я отхожу от женских там трижек, окрашиваний и так далее. И перехожу в мужской зал, где бабок вообще не было. Да, когда бабок вообще не было, был бокс, полубокс, канатка, теннис. И мне говорили, ты умрешь от бедности. Просто-напросто, ты что, типа, дурак? А теперь? Да, теперь как бы... Что? А теперь умирает от бедности. Стрижка сколько? 3 500. 3 500 мужская стрижка. Вот. И как бы... Тогда было тоже сложно. То есть, мы тогда поняли, что как бы... Ну, это такое время было. Но, видишь, тогда по России это прям был бум. Был бум и уже как три года. Он с 2011 года же у нас барберинг в России пошел. Ну, в Красноярске конкретно это было 13-14. И я посмотрел специально у тебя в Инстаграме фотки, где ты там начал в Чопе примерно. Вот примерно тогда. 14-й год, март, да. То есть, тогда три барбешопа, наверное, в разнице с месяц открылись. То есть, если ребята в декабре 13-го открылись, там потом Бэтбойс открылся. Что-то в феврале и в марте мы. Ну, что-то такая история, короче. Там, или они в январе. Ну, короче, у нас плюс-минус у всех месяц. Там расход месяц-полтора был. И тогда, как бы, все равно, то есть, разом сразу же несколько заведений, да, открылось практически. Где стрижка стоит КС сразу же. А ребята были дешевле. Ну, все равно это было дороже для мужика, который платил 300 с копейкой рублей. Ну, да, то есть, там, если ребята, там, были что-то в рублей 700. Бэтбойс чуть дороже. У нас Косарь 200 было. По-моему, Косарь. Косарь 200. Это был мой ценник, потому что я с Муцхэ переходил уже как арт-директор в Чоп-Чоп. Мы его только-только открывали. И меня спросили, какой с нами ценник. Я говорю, Косарь 200. Неплохо. Это ты сам определил, что будет вот такой ценник? Да. В 2014 году ты такой, Косарь 200. Я умру от бедности. Да, Косарь 200. То есть, у меня была большая база, которая не вмещалась уже в мою запись. Мужиков, чисто. Да. Потому что я несколько лет уже готовил. То есть, я пару лет готовил свою базу к переходу. Я говорил о том, что это будет. Это неизбежно. Что я помню, в 2010 году я сказал, что года три и зайдет первая мужская косметика. И это будет Крю. И я прям готовился к этому. То есть, я Крю прям изучал. Типа, сколько я мог. Я там переводил через все эти Google-переводчики и так далее. А ты же, по-моему, еще технолог был. Первый технолог был в Красноярске, да. Мне пришли и прям предложили тогда. Вот, я тогда удивился такой. Они такие пришли и говорят, мы знаем, что ты ночами готовишься, читаешь, переводишь. Нам все Google скинул. Вот, на уже, займись. Ну, практически так. То есть, они пришли и сказали, что нам просто рассказали, что есть чувак, который уже здесь рассказывает про эту American Crew. И они сходу тебя схантили. То есть, я предсказал, что три года. И вот ровно через три года эта тема зашла. И я поехал учиться на технолога как раз. Ну, вот, четырнадцатый год, твоя база, она перешла сразу же, вся. Кайфанули? Да. А до этого ты работал? До этого я работал в салоне Моцхея. А параллельно я, ну, то есть, вот, до Чоп-Чопа, пока я еще работал в Моцхея, я помогал, я создавал концепцию для барбершопа. Что там должно быть? Там, вот, кирпич, деревяшки, барчик. Ну, вот, при том, что огромный бар из массивного дуба. Вот, там джентльменская тема была. Я был в Чоп-Чопе, если честно, один раз всего. Я тогда еще надеялся, что я попаду к тебе. Потому что, ну, на тот момент, мне кажется, Ярик был такой яркой фигурой барберинга, чисто вот, типа, барбер. Как он должен быть? Борода, татухи, там, ну, стиль какой-то определенный. Я был, да, в стиле двадцатых одет, короче. Да, ну, это было что-то новое. Я впервые увидел ребят на «Ночь пожирателей рекламы». Минай организовывал «Ночь пожирателей рекламы». Привет, Саня. Привет. Вот, я увидел там, как стрижет Ярик, и еще, по-моему, кто-то был. Да, были ребята, мы делали укладки и разыгрывали, то есть, с коробкой бегал. Ну, это уже было какое-то такое интересное, знаковое событие. Какие-то чуваки, мужики, стригут других мужиков, а это прикольно, не стремно. Они укладывают что-то там, какие-то необычные укладки. Все привыкли к чему. Да, да, да. Пацанская челка, малят, вот этот абсолютно отвратительный. И сверху. Да, и, кстати, после этого мероприятия Саней малят и отрезал. Это были похороны малята. Я ходил ему такой, говорю, я тебе его отрежу. Вот, и постепенно это перешло к тому, что барберинг в Красноярске стал уже такой каноничной штукой. Да. Это уже почти все выбирают барберов, ну, из мужиков, которые плюс-минус чухнули, что в жизни надо делать. Да, видишь, типа, вот, к примеру, опять же, возвращаясь к маникюру, вот все, что мы перечислили, как это утвердилось, вот в этом была и проблема с маникюром. Потому что у всех вообще не билось с тем, что маникюр в барбершопе. У нас 50... У вас, по-моему, даже называлось как-то спецом по-другому, чтобы... Да. ...было привычнее слух. Как-то я не помню. Обработка локтей, что-то такое, не маникюр. Ну, то есть, да, мы там как-то это... Я уже точно сейчас не вспомню, как мы это называли. Пёрышки почистить. Алло? Нужно было называть «пёрышки почистить». Пёрышки почистить. Почистить, ну, а с этим... А вот, и мы как бы прям разгоняли в сторисах, везде мы разгоняли и в ленте, что это вы придёте, и вам не будут делать вот эти вот цветные ногти. Ну, вот для мужика это вообще проблема, мне кажется. Ты приходишь на маникюр куда-то в салон, что там обычно спрашивают. Вам аппаратный или ещё какой-то? Да. Я не знаю. У нас вот... Вот это сделайте, пожалуйста. Без этого. Типа, мы это рекламировали как уход. Вот, уход за ногтями, то есть, чтобы ты вышел и вышел без тяпок просто. Ну, первое время у вас же там прям подзабилой запись. Да, мы спрашивали, то есть, что я, что Саня. Вот, у нас огромные базы клиентов. У меня просто тоже, я спрашиваю у клиентов, они такие, ну, было бы прикольно. Я думаю, о. Вот, 50%, 50% такие, да, буду. И по факту они приходят один раз и дальше. И всё. И то есть, потом у нас пошла проблема. Пошла проблема с мастерами маникюра. Потому что это девушки, привыкшие работать в салоне. Да. Не с мужиками. Да. И типа, вот у меня, я здесь ещё ничего не зарабатываю, я ещё там буду принимать, короче. И у тебя графику мастера маникюра, хрен пойми, какое. На этой неделе она один раз выходит, на следующей неделе она два раза выходит. А мужикам нужна постоянность. И день в день нежелательно. Да. То есть, чтобы это всё нормально. Потом второй момент. Проблема с мышлением в том плане, что записаться в барбершоп на маникюр. Типа... У меня почему-то сейчас такое, что вот я опрашиваю клиентов, они такие, да, я думаю, в чём проблема. Почему никто этого не сделал ещё? Мы поэтому это и запустили. А потом ты спрашиваешь, как бы, а чё? Он такой, типа, а я там в свой сходил, типа, что-то забыл совсем, что у вас маникюр. Вот. Но на самом деле... Хотя бы куда-то сходил. Да. То есть, они ходят. Они ходят. Их там, их жёны записывают. Вот. Но у жены тоже не включается в голове, что это нужно, можно сделать в его же барбершопе. Вот. Они у них до сих пор, что это куда-то в другое. То есть, мы бы, можно быть, дожали, если бы не было проблем. Вот реально, всё просто, вот я сейчас просто даже говорю, всё упирается в мастеров маникюра. Чтобы мастер был всегда на месте и постепенно, постепенно, постепенно он бы заполнил записи. Да, у нас был один мастер маникюра, которого мы потом не смогли просто заменить. Ну, в плане того, что она ушла не потому, что она незаменимая. До свидания просто, как бы, нет. Вот это у неё, с ней проблемы у нас с графиком были. И не сказать, что она там, ну, типа, просто спец. Типа, она делала нормально. Вот. Но, типа, не там, чрезвычайно. То, что нам нужно было, она делала. Особенно с той скоростью. То есть, у нас должна была быть процедура 30 минут. О-о-о. Довольно шустро. Миша, сколько ты? Я хожу на маникюр, у меня это занимает 50 минут всегда. И это она такая, я знаю, что ты торопишься, будет 50 минут. Здесь чисто, то есть... Как будто должно быть быстрее это всё. Да. То есть, ты всё... И у мужиков, которые к нам так же ходили, да, что, типа, нам не надо убрать здесь вот заусёнки, вот, чтобы вот здесь было аккуратно, типа. И здесь, типа, что там сделаем нужно аккуратно, и всё. То есть, понимание аккуратно в понимании мужика, который приходит, и понимание аккуратно в плане мастера маникюра, у неё своё аккуратно. И у неё аккуратно, это когда всё сделано. Хорошо. То есть, если бы мы знали, что это невозможно, а это возможно, потому что мы прям... В 30 минут, в смысле? Да. Всё прям сделать. И всё на должном уровне. Это возможно. Вот. И при том, что у нас мастер это справлялся. На таком расслабоне. А, так. Что мы были в шоке. На дело за 20. Ну, значит, они ковыряются. Как будто всё упирается в то, что нужно выращивать, как и профессионалов для барберинга, выращивать профессионалов для своего барбершопа. И это как будто нужно сейчас внедрять в школу уже, вот как у нас, например, в академию, чтобы это был отдельный курс, там, мужского маникюра. Вот мы учим стрижкам, укладкам, там, ещё чему-то. И вот у нас ещё маник есть. Мне иногда кажется, что у мастеров маникюра как будто бы нет вот этих стандартов каких-то. Мужской, не мужской? Сколько? Особенно, ну, вот в мужском маникюре, потому что мужской маникюр, вот у нас в Красноярске, это вот как в 2014 году барберинг. Только, 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 чуть-чуть, какие-то росточки. И у них, знаешь, вот один говорит час, другой пятьдесят минут, третий полтора часа, четвёртый говорит, я тебе за десять минут сделаю, там, пятый, двадцать, тридцать минут. И ты такой... И непонятно, как оценивать. Да, и начинаем, мы просто выясняли, на самом деле, так как, за тридцать минут всё возможно. На самом деле это возможно. Мастера маникюра пока что, я, типа, буду работать восторг. У нас, типа, пошли стандарты, да, то есть в барберинге, то есть, сначала поначалу, понятное дело, мы угорали, как могли. Но мы всё равно поставили час. То есть, всё равно было, то есть, мужская стрижка, это час. Хотя на тот момент мастера, которые стригли уже как ты примерно, они, наверное, справлялись минут за тридцать. Дай бог, вот эти стандарты с двойным мытьём головы тогда же появились? Или ещё чуть раньше? Стандарты с чем? С двойным мытьём головы, например, что ты пришёл, помыл голову, там потом ещё разок помыл. Это было всегда, это было солнце на красоты. Там, если честно, даже сейчас не во всех барбершопах есть, если честно. Я не понимаю, по-моему, везде, где были бабки, там два раза мыли голову, вот и всё. Да до сих пор иногда приходишь где-то и нет. Нет, это как бы, понимаешь, то есть у всех, я помню, к нам, когда открывали Чоп-Чоп, там приезжал чувак с Москвы, и он рассказывал, что у них стандарт один раз. Помыть голову в начале. Это вообще какая-то английская тема. Да, дальше всё обдуть, максимально обдуть голову, и всё это убрать тальком и так далее, чтобы не чесалось. Потому что основная проблема в том, что в коже есть волосяная пыль, и это всё чешется невероятно. И у них, говорит, у нас что-то в Москве, что-то в Питере, нет времени. И у многих клиентов нет времени на это. И поэтому, говорит, один раз всё, типа, бам-бам-бам-бам, там всё сделать чистенько-красивенько, чтобы с него ничего не сыпалось, и пошёл. Но ты же всё равно как мастер, наверное, воспитываешь своего клиента, его выращиваешь, вот у меня как бы никто не обламывается от двойного материала. Да, да. Хотя такие ребята были, они потом куда-то пропали, им надо было быстрее, они просто пересаживались в кресло кому-то, кто делает это очень быстро. Я тормоз. Я очень долго истригу. Мы спрашиваем. То есть мы своим мастерам говорим, типа, ну, типа, опять же, у нас все мастера, второй раз голову уйдём мыть. Ну, типа, ну, в плане того, что, ну, просто интересуется, будет ли второй раз мыть в голову, потому что… Это как будто, когда спрашиваешь с надеждой такой, что… Вот бы сказал, что нет. В следующий раз, когда меня будут штрафовать за то, что я не помыл второй раз голову, я скажу, это английский стиль. Нихуя вы не понимаете. И когда… Это Джош научил. Да. Мы просто поняли, что… почему спрашивать, да, типа, потому что есть люди, которые… нет. Все, блядь, Абду я побежал. Окей. Вот. Просто есть такие люди, и мы поэтому спрашиваем, типа, будем, не будем, и так далее. А вдруг у него времени нет. Какие стереотипчики ты застал, когда перешел именно в мужской зал, когда ты парень, и ты стрижешь парней? Ты… Ты сейчас так издалека прям заходишь, как будто… В тему пидорятина. Да, да, ну естественно, естественно, потому что, ну, типа, мужики в барбершопе с мужиками. Это же еще четырнадцатый год, я застал это, и Миша застал в семнадцатом, когда к тебе впервые приходит кто-то на стрижку, он впервые в шопе, и его стрижет парень, и у него ступор, ты такой, меня зовут Егор, здравствуйте, я буду вашим мастером. И он такой… И ты его когда трогаешь, он так чуть-чуть на взводе. Я просто с маленького города, и когда я начал стричь, у меня, ну, я написал, созвонился с батьком, а у меня батя, ну, шахтер такой, у меня дед шахтер, батя шахтер, маленький город, сто тысяч населения, там стригутся только под шестерочку и челка до сих пор. И первое, что он мне спросил, бля, сынок, у тебя нормально с девушками все? Это первое, что меня батя спросил про стрижки вообще в принципе. Я понимаю, что его это парило не из-за того, что там, типа, ну, я там на гея похож, например. Ну да. Ничего против геев не имею, если чё. Даже немножко люблю геев. Просто что он не видел ничего подобного. И вот ты наверняка столкнулся с кучей таких предрассудков, стереотипов, когда начинал. Да, есть прям вот, расскажу. Приходили девушки, жены этих мужиков. Без мужиков. Без мужиков. Проверить. Проверить в смысле? И они заходили, ну, стыдясь. Они пытались тебя подкатить. Они заходили стыдясь, нам рассказывали, что такая история, меня отправил муж, проверить, не геи ли там работают. Как именно это можно проверить? Вот, мы также это спросили. Над двумя карточками такой тут мужик, тут девушка, что больше нравится. Мы один раз угрянули, ну, типа, а чё, ну, типа, как вы будете проверять, типа, раздеваться здесь сейчас начнете? И мы, типа, там, ой, боже, нет, типа, ну, вот этой темой заниматься. И она говорит, я, ну, зайти, типа, я же женщина, я должна понять, типа, да? Внутренний гей-радар. Да, да, гей-радар. Ну, у всех баб он же есть, типа, ну, типа. Я не знаю. Ну, я тоже, ну, наверное. Судя из логики, да, как бы, что там, типа, нормальный гей. Кто там под членом? Все, кто под членом, друг друга понимают. Заходят, и вайп такой немножечко голубоватый. То есть все барберы. То есть все барберы. Какой-никакой должны быть. Вот мы в это и уперлись в итоге. Вот, и мы такие, типа, блин, ну, это как он представляет, что? Ладно, если даже мы здесь все геи, ну, к примеру, просто, ну, предположим. Мы всего лишь барберы, как бы, это, как бы, что уж сразу стереотип. Вот, то, ну, вот он пришел, подстригся, и мы, что, все потом дружно замыкаем дверь. Включается музыка из полицейской академии Голубой Лагуны. Мы там одеваем, блядь, эти кожаные, эти самые, кепки. Самбрера. Да, и просто его в подсобочку там. Типа так, что ли, типа, она говорит, я не знаю. Голые вторники. Да, 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 типа, я не знаю, говорит, типа, чего, кого. Ну, и то есть реально потом они шли, просто отправляли этих мужиков, которые у нас вот так вот. Даже после того, как она говорит, нормальные чуваки. Да, 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 то есть нет. И мы где-то даже, бывало, пометку ставили. Он заходил. Не гей. Он заходил, и мы, типа, знаешь, типа, не вот это вот, типа, здравствуйте, типа. По-крефте, по-крефте. Здорово, знаешь, вот это вот. Руку сжать максимально. Здорово. Ярик, типа. Здоровый. Вот, он там, типа, Сергей. Серега, блядь. И сразу бискаря ему еще, чтобы он расслабился. Ну, то есть, ну, у нас был и гермейстер, у нас был аппарат. У нас тоже сутки такой стоял. Да, то есть, и мы сразу же там, и гиречек, то есть вот это. На самом деле, я скажу так, время, ну, интересное было, когда мы наливали. Причем бухали, наверное, повсеместно, сейчас этого очень мало. Все на тачках, все в течение рабочего дня, как правило, никто не... На самом деле, мы устанавливали с подобным умыслом, что сильно не будут это распивать. Оказалось, что будут. Конечно, ты пришел в парюху, и можно бухнуть. Ну, у нас, типа, видишь, опять же, у нас ценник был 1200. И на тот момент это достаточно было дорого. Нужно было прикрывать кофе и вот такой штукой еще дополнительно. Люди, контингент, Стрикс, у нас половина краевая администрация у нас возле ЗАГС Собрания были. И то есть, люди на машинах. На самом деле, большинство, у нас было меньшинство каких-то, знаешь, что эти вот, ну, в каждом, наверное, на барбершопе есть или был. Были чуваки, которые стригутся не или нет, у них просто работа это мир. То есть, люди мира, вот, они там кому-то где-то, каким-то родителям помогают, и вот они тусят в барбершопе. Плейстейшн вот этот играют, блядь, вот это вот, типа, иегер. Но я ограничивал им. То есть, я, мы, у нас тогда, то есть, все это так было, но мастерам нельзя было пить. Ну, само собой, и сейчас, надеюсь, такого нет. А у других барбершопов пили, потому что. Ну, это какой-то такой, типа, знаешь, ты пришел, побухал, я просто много слышал потом. А я вот стригся вот у такого чувака, мы с ним бухали, там, и говорили, а что по стрижке-то как? Он такой, ну. Ну, да, то есть, и у нас в Красноярске были, которые бухали вместе с клиентами и стригли в этот момент. Ну, там не очень, наверное, результат получался. Ну, естественно, поэтому у нас это было. Смотри, что брать за результат, если за результат брать проведенное время. С обреженные волосы и проведенное с кайфом время, то, наверное, да. Ну, да, как, ну, ты, конечно, не как в аптеке сейчас в Москве, да, типа, потому что там ребята за полчаса шесть литров выпивают. Вместе с клиентом. Олдскульщики вообще отдельный вид литров, они прям в особняком стоят. А тогда, видишь, типа, тогда еще и мейнстрим был на подобной движении. То есть, в 15-м году зашли пампы. То есть, если 14-й год это острые козырьки, то 15-й год это пампы, это шором, типа, ну, вся вот эта движуха, короче, это Gatsby уже, типа. И все начали передергивать на олдскульный стрим. И, типа, да, и размытие пошло, типа, понимание, типа, традиционной классики и олдскула. То есть, Элвис Трикса по традиционной классике, он из Трикса по олдскулу. Хотя сейчас это как часть олдскула, как будто. Он делал традиционный, то есть, пампадур, то есть, там была правильная форма английская, вот, и так далее. А памп, то есть, это чуваки, которые, в принципе, олдскул, да, типа, это те же чуваки, которые чуть ли не салвесом служили, пришли со службы и такие, ну, я там подстригал, ну, знаете, вот этих лендов, которые я слушаю, я в армии тоже стриг. Очень много таких коллега, да, 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 вот, и они там эти площадки делали. Ну, такие, да, 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 помню, говорю, как будто я там служил тоже. То есть, в Америке, да, то есть, в Америке, там, ну, типа, без разницы, по миру, то есть, они там служили, делали эти самые площадки, там, от черепа, да, типа, стартующие, да, типа, и приходили, и, типа, чем заниматься? То есть, да, типа, либо, ну, они начинали, естественно, те, которые, в олдскул, они начинали сначала бухать, естественно, то есть, у нас же, ну, превращение должно сначала произойти, да, вот. Как же эти фотографии олдскул мастеров, откуда пошло, типа, да, по сути, олдскульщиков, которые там стоят, стоит с площадкой, отсюда вот эти, там, росомаха, короче, и он вообще чуть ли не в военной форме стоит, ну, типа, сверху просто накинуто, вот, и, типа, откуда это пошло? Потому что это, ну, пошло именно от того, чтобы были бывшие вояки. Что, а дофига же там народу, кто ходил прямо еще в армейских куртках, в этих, которые со службы остались? Да, то есть. Тут фильм «Токсист». Они шли за вот этими стрижками, как в армии были, в том числе, ну, площадки, то есть, там, площадки и так далее, кто-то начинал стричь пампы по голове цыганскими хватами, да, типа, чисто просто, вот, ну, типа, схватил отрезан мне учиться. Ну, вот, и так хорошо получилось, да, типа, вот, и еще... И бриолинчика туда намазал. Ну, бриолинчик, все, бриолинчик все сделает, понимаешь, за меня. Вот, а люди, понимающие, типа, ходили к мастерам, не олдскульщикам, да, типа, не к панкам, да, всяким вот таким, а ходили за правильными формами, за традиционными формами, то есть, и пампа того же. То есть, пампадур – это просто историческая уже стрижка. И ее стригли как по правильному, так и по олдскульному. Ну, вот. Олдскул – это, по сути, что? Субкультура, по сути, в нашей культуре. Вот. Как мне нравится, как они называют такие. Ну, ты же, типа, новая школа. Ярик, новая школа. Стоит 18-летний пацан, говорит мне, типа, который там, я говорю, сколько работаешь, он год. Олдскульщик. Молодец. Хорошо, я новая школа. Есть четкое разделение, что если ты бахаешь помпы, сайдпарты, вот это все на реальность, фигачишь, такие очень отсутствующие текстуры. В основном это статика такая жесткая. И если у тебя какой-то кропчик на голове, вот этот вот зерошенный, это все, это новая уже школа. Все, да. Точно. Что-то текстурное, взорванное – это новая школа. Вот какое-то такое понятие есть. Вот у меня, пацаны, новая школа. Я – это новая школа или старая школа? Ты – это вечность. Старая школа, но в новом рестайлинге. Ты – это вечность. Вот, я почему вообще все это сказал. Такая движуха в 2014 году помогла мужикам раскрепоститься и перейти в барбершопы. Потому что их задолбало даже вот это, знаете, в салонах. Мы сейчас в барбершопах к этому пришли, к тишине. Ну, умеренному такому общению, да, уже не орать. Есть small talk, но не вот это. Да, и не шепотом. Да, типа, что просто, ну, типа, разговор. Если завели тему на барбершоп со всеми клиентами, со всеми мастерами, да, там, тогда уже, как бы, там, громкость маленько по-другому варьируется, да, типа, оттого зашел новый гость в это заведение сейчас или нет, да, типа. Но это прикольно, но здесь все равно никто не орет, потому что присутствуют, ну, там, допустим, там, четыре кресла, это восемь человек общается. Ну, плюс дети еще бывают и там не помогают. Да, и поэтому никто не орет, потому что собеседников прилично и все с друг другом нормально общаются. Вот у нас есть такая культура, да, завести разговор на весь барбершоп, вот, и мы все, там, как бы, разговариваем, и это прикольно, такая атмосфера начинается. Преодически мы, да, переговариваемся, когда интересные темы бывают. Да, то есть, как бы, а тогда, то есть, было вот это, что, наоборот, мужикам вот этот смолток, типа, в салонах красоты надоел, в котором они... Ну, там не было такого, не знаю, я когда общаюсь, мне в натуре интересно, чем происходит, потому что это чуваки, которые стригутся, у меня уже лет пять, прикинь, ты у меня еще экзамен принимал, уже шестой год пошел. Я, кстати, мой экзаменатор, и Мишин тоже, по-моему. Да. Конечно. Помнишь, я четыре часа удлиненку на экзамене стрик, я всем это историю рассказываю. Четыре часа? Четыре. А я говорю, три часа, прикинь. Может, три. Мне кажется, три, три, три с половиной. Мне казалось, что я уже неделю там стою. Понял, про то, что салонный этот смолток, это, а у меня вот сын там, а вот это, а у вас что, и вот ты... А видели Киркоров, короче, там. Да, и ты такой, блин, да я же вообще не в этой теме. Плюс еще, наверное, заинтересованность нет. Когда ты сидишь и такой, да, а там что, а она что? Да там же были разговоры. Людка, слушай, там поставь чайник. Так что, тут видела, что у Киркорова там? Видишь, это были разговоры, которые не интересны тебе вообще. Я думаю, почему разговоры в барбершопах прижились именно в той форме, вот в спокойной, что это часть сервиса разговаривать о том, что интересно клиенту. Ты приходишь, точнее, он приходит, и мы же разговариваем с ним не о том, как, не только о том, как я круто провел неделю, или как у меня там что-то было, а тебе, ну, конкретно мне искренне интересно, как он там провел этот месяц, что у него там было, потому что это уже не чужие люди, мы там ни друзья, ни братья, понятно, но это мой клиент, он мне не чужой человек, и мне искренне интересно узнать, что он там. И рассказать про себя интереснее, чем послушать, как там у Люды умерла сестра. Да, у нас таких, кстати, все равно, зараза, на сегодняшний день, нас вот как вот мы сейчас здесь сидим, разговариваем, таких людей мало, потому что приходят люди, даже у нас в Красноярске, ну, типа, хотя у нас в Красноярске очень высокий уровень барберинга, на всю Россию, я считаю. То есть я когда там ездил, ну, проехался помаленечко по городам с мастер-классами, вот, никому ничего никак, типа, но я реально говорю, что у нас одни из самых высокий уровень барберинга в России. Ну, это показал, кстати, Мэнстейдж последний, там Красноярск занимал место, так, блин, 10 человек стоят, 6 из которых Красноярск. 6 из них опен, вообще один барбершоп даже, это не просто Красноярск. Вот один раз было, что опен, но остальные, типа, моменты, то есть все равно 6 человек, постояло по 6, все равно из Красноярска. То есть кто-то из опена, там, кто-то из тайги, там, кто-то и там, утопия. Ваши ребята были. Да, то есть как бы... Мне очень понравилось, что все друг за друга болели, мы так компашкой потусили, прикольно. То есть у нас прикольно, что в Красноярске перешли уже через то, чтобы, там, говнарить друг друга, как бы. Ну, я надеюсь, мне всегда казалось, что вот именно так, наверное, в здоровой конкуренции какой-то... Да, ну, как бы, да, так и должно быть, типа, ну, а в чем? Здоровая конкуренция, она проявляется вот как раз на вот этих, на выступлениях, на этих конкурсах. Да, в спортивном интересе. Вам какая здоровая конкуренция в разных барбершопах? У вас клиенты не пересекаются. Я помню времена, когда заходишь под сопку, и тебе показывают вот так фотку, кто-то там где-то подстриг в другом месте. Такой, смотри, хуйню на стриг. Думаешь, ну, хуйня, ну, а тебе-то что с этого? Ну, ты главный такой хуйню на стрижешь. Да, причем ты сам хуйню стрижешь. Да, как бы, ну, блин, прийти обосрать чужую работу, ну, типа, это одно. Сделай сам лучше, да, типа, другой вопрос. Ну, просто, когда ты кого-то обсираешь, ты на этом фоне лучше выглядишь. Ну, лучше чувствуешь. У себя в голове, только у себя в голове. Если клиенту такое говорят, клиент может в статью уйти, потому что ты неэтичный, ты непрофессиональный, ты не уважаешь... Ну, это такая очень скользкая тема, когда тебе приходит клиент откуда-то, и ты, ну, видишь, косички какие-то. И вот этот момент, когда... Ну, бля, раньше такого много было. А вот вам там настригли говно. А где стриглись? И когда он тебе говорит, у тебя я стригся. А ты такой... А ты, пидараза, был. Ничего себе, какое говно у вас настрижено. А где стригся? У тебя. Я вообще, то есть, мастеров прям прошу, что, ребят, пожалуйста, во время консультации стрижки не спрашивайте, где он стригся. Потому что это сразу же, типа, а чё, плохо? А чё? Ну, типа, знаешь, разговаривать про стрижку, типа, пожелания, типа, он рассказывает, что было до этого, а чё, а где стригся здесь? А чё? А чё? Ну, типа, а дальше либо не последует вопрос, и у него остаётся вот это вот в голове, типа, либо... Да, ну, типа, и тебе нужно ответить, да, типа, либо отвечается совсем не то, что нужно, потому что это неэтично. Вот. И, как бы, опять же, выбирать кому? Нам? Который, да, вот он плохо его постриг, сейчас пойду и заберу этого клиента. Выбирать гостям нашим. В итоге, да. Мастера. Какая разница, да, типа, вот я буду сидеть, и говорить, Егор там херово стрижёт. Ну, только клиенты будут к Егору, блядь, ходить, к примеру, а я буду сидеть вот это вот. Насоковаряться, к примеру, типа, и говнить Егора, как вот есть многие барберы, да, вот, и чаще-то всего сидят-то, гундят-то те, кто? У кого работы нет, потому что им делать нефиг. Хуя свободного времени. Да, 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 да. Типа, и, как бы, есть время там, как минимум, залезть, да, и где-то там, а, смотри, блядь. Вот. И без клиентов вообще люди сидящие, типа, ничего не... Чаще всего, которые, ну, вот сидят, они нигде не выступают, допустим, клиентов особо нет, ни конкурсы, ни батлы, ни мастер-классы, ничего. Чаще, ну, не опыта, стажа, наверное, дохера, и вот ты сидишь такой 20 лет, и какие-то чуваки там где-то начинают круто двигаться, стричь, и ты такой, ну, они же там... Да ладно, есть люди, которые отучился, вот он полгода работает, и считает, что он в этом мире вообще всего добился. Ну, есть, наверное, если кто-то. Что он знает, ну, я тут стрягу и так далее. Это я, когда спустя полгода как отработал. Я таких мастеров видел, типа, и на своих мастер-классах, которые, там, знаешь, передо мной, там, пальцы гнут и так далее, а ты стоишь просто, общаешься, типа, такой, типа, чё? А вот, и узнаешь, что этот человек работает на пол-пять месяцев. А вот, а он стоит тебе рассказывает, терминами закидывает, которые даже особо не понимает. А вот, что... А это вот там и начинает тебе словами красивыми перед тобой выпедриваться. И ты такой... И что-то ещё начинает, там, пытаться говорить. А потом ты слышишь, короче, в любую вообще какое-то говно, типа, льётся на тебя именно, вот, к примеру, оттуда. И ты такой, ну, типа... Ну, остаётся только пожать плечами, да и ладно. Да, типа... Я периодически просто до меня долетает что-то такое. Я такой, ну, ладно. Я считаю, что должно быть так. Вот ты смотришь чью-то работу, да, типа, там, коллеги, там, своего, там, и так далее. И такой, ну, видишь, ты сделал лучше. И ты либо так не сделаешь, либо просто сделал круто, да, какую-то работу. И такой, круто. Хочу так же, да, типа, надо попробовать. Типа, да, пробуешь. Типа, если не получилось так же, такой, сука. Как же он это сделал? Можно же поинтересоваться. Да, можно что-то спросить. Можно самому похимичить, да, типа. Это же стимул к развитию. Да, абсолютно. Если ты видишь чью-то работу, и ты понимаешь, что ты так не делал, и не знаешь даже, сможешь ли сделать, возьми, попробуй. Это же еще момент, что нужно свое эго взять чуть-чуть вот так. Да. Пониже сделать. Это же кто-то сделал круче тебя, а вот кого-то не получается. Перебороть эго – это весьма серьезно. Особенно вот в нашей профессии, где ты вот мастер, там, барбершопы же, они еще растут, растут, растут. Да, да, типа новые лица появляются и все такое. То есть вообще все меняется. Ты приходишь… И очень-очень быстро сейчас, кстати, я замечаю, как двигаются ребята, которые пришли после меня. И ты, наверное, это замечаешь, что путь, который я там прошел, и я, и Миша, там, за, ну, сколько там, полных шесть лет. Ну, пять, пусть будет пять. Мои коллеги проходят, там, за три. Да. Ты что? Вот, например, из ярких примеров, Саня Протасов у нас. Знаешь такого? Да, да, конечно. Вот. Молодец. Какие Фейди Андрочи. Бля, вообще, вы красавчик. Он еще видосы, когда приложил, я думаю, да, блин, вот, я на вас смотрю. То есть я на вас смотрю и радуюсь, понимаете? То есть я дольше к этому всему шел. Вот. И я смотрю и думаю, фига красавчики. То есть я подписан, да, то есть на всех вас, да, то есть я подписан на СБС, на СБФ. И я радуюсь тому, как вот вы двигаетесь. Вот, я принимал у вас экзамены. Я хожу, говорю, вот я экзамен у него принимал, то есть, да, прикольно, типа. Типа, я подошел, тебя поздравил, да, типа, на фесте. Я орал там из зала, типа, подсорвал, мне кажется, даже там. Типа, наши ребята. Вот, потому что, ну, реально, круто. Ты можешь только смотреть, радоваться и стимулировать себя же. Типа, вот вы стимулируете меня к росту дальше. Меня жестко подгоняет то, что я, например, там, где-то торможу, и чуваки меня догоняют, которые в два раза меньше спрятают. И ты думаешь, ты что, хуел? Ну, в хорошем, в хорошем плане. Конечно, конечно, я, наверное, торможу. Я в этом году, 14-й год, как в профессии, буду. Я, кстати, помню момент, когда вот был Ярик, Чоп-Чоп, Чоп-Чоп, потом... Был Ярик, сначала был Ярослав. Ну, это мои впечатления. Мои впечатления, потому что первый барбер, который я увидел, был Ярик. Мероприятие. Я пришел в Чоп-Чоп, подстригся, посмотрел тоже там. Меня Шарков стриг, кстати, тогда. Еще там, ну, много ребят было. Да сейчас они до сих пор там работают, по-моему. Ну, не все, но да. Ну, многие там кто-то уже на свое дело ушел. И в какой-то момент ты такой, хоп, и что-то запропал. Ты на кресло ушел куда-то. Потому что тоже... Я у себя замечаю... Я сначала в Краснодар уехал. А, ну, вот, Краснодар. Уехал в Краснодар, да, типа... Там что-то там. Просел в плане, ну, вот этого движения? Вот здесь я скажу одну из своих ошибок. И это было эго. Совет молодому поколению. Это был один из моментов перебаривания эго. На самом деле. Потому что я в сентябре, да, в сентябре будет 14 лет, как я работал. Естественно, то есть, ну, есть где, типа... Особенно я был моложе. Сейчас мне там 33 года, да, типа... А тогда, то есть, ну, там, я начал работать в 19. Вот рост Иисуса. Стареем, стареем. Мне 29 уже. О, а прикинь, профессия, как молодеет он у Юрки, да, типа, пацанчик 15 лет. А пацаны 14-летние стреляют. Просто все. В 19, я начал стричь в 24, ты начал стричь... В 19. В 19, чуваки начинают стричь в 13 сейчас. И стоят на стендах уже, стригут. Да? Демки показывают. Да, вон, у Юры... Нет, ему что-то 15 лет. Ну, это все равно очень... Ну, это офигеть. Это к 20 годам он уже будет, если продолжит так же двигаться, он будет спикер, там, на всех мероприятиях и так далее, и так далее. Да. И в плане, почему просел, так еще, во-первых, эго. То есть, я ушел тогда из Чоп-Чопа и, типа, уехал в другой город. И, естественно, то есть, за даже вот это короткое время здесь маленько все поменялось. Это набор новой базы, ты хрен с горы в новом городе. Ну, в Краснодаре-то это понятно, то есть, что набор новой базы, там, ты хрен с горы и все такое. Естественно, там прям неплохо мне ударило по эго. Вот. И когда я вернулся обратно, то есть, я вернулся, конечно, не из-за этого, там, по другим причинам вернулся. Но здесь, в Красноярске, за три месяца много что поменялось. То есть, у нас... Кто-то уехал, приехал, что изменилось, что заметил. По-другому пошло движение барберинга здесь. Совершенно пошло. Идет развитие. Какой год был? 17-й. 17-й. Это как раз... Это ты вернулся уже, принимал экзамен у нас? Это я вернулся, и Вася с Егором пришли ко мне, что мы запускаем, типа, школу. Давайте по с нами. Я вот тогда, меня взяли арт-директором СБСа. И, типа, моя задача была запустить мастер-классы для опытных мастеров. И я начал вести эти мастер-классы, там, запускать. И мы, как бы, там, думали, как тащить мастеров потихонечку, короче. Вот. И, то есть, да, то есть, пошло быстрее все. То есть, именно от того, что я привык и приехал, типа, я еще встал сразу на аренду. Ну, то есть, я маленько поработал. И потом, вот, Вася с Егоровым ко мне пришли, позвонили мне. И момент такой, что я просто приезжаю, типа, и в такой вакуум. И вот совет, прям, реально, когда меня спрашивают, типа, там, выгорание или еще о чем. Вот этот совет, типа, чтобы реально не потерять какие-то моменты. Это вот многие мастера, я замечаю, особенно молодые, приходят к тому, что начинают отписываться от других мастеров. Есть такое, много слышали. Вот, чтобы, типа, не повторяться, типа, или еще какая-то фигня, или устал. Или, типа, как я слышал, сделать свой какой-то, типа, стиль. Да. По итогу приходишь к тому, что ты теряешь нить вообще с этим миром. Ты не видишь, куда он движется, куда он развивается. И потом осознаешь, что ты тетя Люся из парикмахерской, которая на 20 лет зависла. Да, я приехал, и в какой-то момент я завис на 40-х, 50-х годах вот этих. Классика, классика. Да, то есть... Ну, я тогда смотрел стрички, думаю, ебать круто. Ну, потому что я еще и стричь не умел, и плюс вот этот стилек. А когда вот эта классика еще пришла, то есть, я-то видел, типа, какие-то моменты, то есть, что, куда переходит. И мир барберинга здесь был достаточно молодой. Я, как бы, как мне рассказывали, да, типа, что, да, я первый барбер в Сибири, что барберинг в России в 2011-м зашел, я уже в 2010-м, в 2009-м вещал за эту тему. Вот, и что, типа, и вот здесь вот я был, там, первый, да, типа. И я-то все равно в салонах работал уже прилично лет, 6 лет, вот. И... Это у меня сейчас столько опыта. Меня фейды задолбали к моменту, когда зашли острые козырьки. Ну, там фейды-то были такие... Тогда просто пошли олдскульные классические вот эти вот, типа, фейды. В 2013-м году я стрел, я уже стрел, кропы, то есть, кропы, это просто по-другому немного называлось. И у меня есть фотография даже, блядь, где-то, работы, где там подразмытость, вот сюда уходит, типа, фейд с дропом небольшим и кроп. Вот. Ну, такой, цезарем, короче, идет. И в самом, там, у меня там, в начале, как бы... И тогда я в салон, когда перешел в барби-шоп, я от этого начал уходить, типа, в классику, вот это пампы, вот это вот все поставить, там, блин, чоку, там, в небеса. Как много народу дома укладывалось с этим? У меня все. И прям... Я с салона, я в салоне приучил их. У Ярика есть такая особенность, которую я перенял, к счастью, научить его, блядь, с этим заниматься. Да, да. Прямо в кресле. С феном, с укладочкой. Я так же делаю, но все равно не со всеми получается, знаешь, вот прям перебороть. Я же еще технологом American Crew прям в салоне еще был. То есть ни барби-шопов, ничего этого не было. И то есть я учил, просто рассказывал, в чем польза. И для меня было самое важное, то есть именно, чтобы это было легко в его понимании и быстро это делать. Чтобы он такой не посмотрел, как ты ему тут, короче, 40 минут показываешь, как ему сложными схемами, короче, как поставить челку. Либо ты ему рассказываешь, что смотри, братан, ты, короче, включаешь фен, вот так вот его сюда ставишь, вот, ну, примерно вот на таком высоте, потому что ты вот так уснешь. Вот. Ты вот так засыпаешь, она у тебя сюда так дует, поднимается, и ты такой... Ништяк. Идешь? Звучит просто достаточно. Да, там, либо до этого ты что-то нанес, вот так вот это, здесь у тебя еще все мокрое, ты идешь пить кофе, завтракать, а челка у тебя уже, ну, здесь у тебя высохло все, челка у тебя поднята, если надо, что-то нанес и побежал. Все. Достаточно. Я говорю, 30 секунд. По факту нет, но... По факту да. Почему нет? Ну, в смысле, по факту, ну, 15 было. То есть я, я прям, я тебе говорю, я прям для меня был принцип, я клиентам ложил вот так вот секундомер, и говорил, смотри. Вот. Челка высыхает за 10 корней, чтобы поднять. 10 секунд. А все остальное само сохнет? Да. Да, в этом-то и прикол. Он говорит, как мне с макушкой, типа, как ее укладываешь, чтобы она не сочала? Я говорю, никак. Альтернатор, пшикни. Альтернатор. Ой, очень сочетаю, по нему такая штука была классная. Вообще, просто. Так он уникальная была штука, спрей-переменфиксация. До сих пор клиенты, кстати, где-то из золотого в яблоко приносят. Да, да. Да, так что я и говорю, что, и опять же, то есть, это без разницы, какая это стрижка, то есть, удлиненная или нет, это должно быть легко. Самое главное, укладка, укладочное средство, давай так, это хорошая стрижка и фен. Я согласен, я стараюсь стричь так, чтобы то, что он может просто феном задуть без стайлинга, уже смотрелось хорошо. Да. Ну, если это вот три стадии, укладывается просто феном хорошо, со стайлингом неплохо смотрится. И когда ты не можешь сам уложить во время стрижки эту укладку, ты как барбер, это все, это шляпа. Да, я вот, да, я смотрел в инстаграм, 13-й год, это еще, Коля к тебе с такого времени ходит? Да, да, да. Еще раньше. Это, мы же с ним учились в универе с первого курса. Это же его сын. Он же ко мне со школы. А, ну вот. Там что-то, не со школы, короче, в 2011 году, в 2010 году он ко мне пришел. То есть, вот пока мы с тобой стриглись, как попало? Поступил в каком году? В 2012. А, ну вот, он ко мне в 2011 году пришел. В 2011 классе он учился. Вот, кроп. Я думаю, кроп, дропчик, да, все есть, текстурка, все это, как бы, прошу, пожалуйста. Приходим в барбершопы, 20-е года. Все, вот эти вот полосы, что это не фей, да, типа, а именно вот этот вот переход, что более резкий. Да, тогда это, наверное, очень свежо смотрелось. Ну, это-то понятно, что 13-е годы. Пропление, не вот эта челка льванская. Да, это креатив, там, мне говорили, блядь, ты псих, конечно, когда люди на это соглашаются. И сейчас это вообще норма. Это одна из, наверное, самых популярных. Самая ходовая. Это не одна из, я считаю, это самое. Ну, я вам вон, смотри. Ну, до сих пор, что, в сайт-парт, кропчик, и андеркард, к счастью, ушел. Квиф. Почти полностью, ну, и квифчик, да, что-то такое, текстура, что-то не заинтересовала. Квифчик, кропчик и... В общем, квифчик, который ты в целом и в кропчик можешь уложить. Да, да, то есть универсальность такая. Так, что по перформансам. Да. Ты был на прошлом эндстейджа, не на вот этом, а который был в сентябре. Нет, нет. Возможно, ты слышал о самой первой... Ну, я пишу свои эмоции. Первое выступление, я готовлюсь к батлу. Пес только-только начался, 10 утра. Первый спикер Глеб Морозов и еще там пара чуваков. Угу. Они выходят на сцену, у них вот такие вот длинные стрижки, пиджаки, они садят модели. Все, у них стартует выступление, играет какая-то жесткая музыка, что-то драмчик или что-то такое. Один парень бегает по сцене, орет просто матюги в микрофон. Такие, хуй, вот так, мэнстейдж. Это так и было. Я стою в зоне батлов, думаю, что происходит. Я выбегаю посмотреть на балкончик, а там балконы такие прикольные были. А там драка, да? А там, да, там они кромсают их ножами, бутылками, короче. Они подняли моделей, покромсали их в какую-то там вообще жесть. Пиджаки, они вот так, он упирает ногу в него, модель, отрывает ему этот рукав, один, второй, и в завершение просто них выстраивают спинами. Модели стоят все это время, выстраивают и просто пишут вот три буквы у них на спинах. Три российские классные буквы. А после этого Глеба сняли со всех выступлений на следующих мероприятиях. И поэтому, типа, если кому-то, все-таки до сих пор есть вопрос в голове, почему Глеб Морозов подпропал вообще, да, потому что его продюсер Максим Райт его послал. Ну, по сути, они поругались из-за этого и разошлись. Сама эмоция, вот сейчас к чему это все? К тому, что как будто на фестивалях меньше становится вот этой душниловки, section number one, section number two. Да, но это тоже перебор был. Больше шоу, эмоции. Ну, перебор, конечно, не спорю. Но это самое яркое выступление, которое мне запомнилось со всего этого мэнд-стейджа. Я не помню ничего больше. Что-то было прикольное на тот момент у команды statement. Сейчас они, Гэнг Пименов, Шевел, Жиро, кто еще? А, и Даник. Даник, господи. Даник, Даник, Даник. Вот, у них тоже такие, но у них тоже очень яркое выступление, у них всегда такая долбящая музычка, очень яркий видеоряд моделей, коллекции, построения. И вот я к тому, что барберинг идет в сторону шоу, наверное, на выступлениях. Ты тоже делал коллекцию, кстати, вот на последнем мероприятии. Да. На самом деле, то есть, да, то есть сейчас барберинг на самом деле выходит в то, что было у мастеров универсалов и у женских. Да, да, и они привлекают мастеров универсалов, появляются женские номинации. Прийти на Beauty Day, да, то есть пока что это, ну, типа, вот два самых крупных фестиваля, это Beauty Day и Main Stage. РБВ что-то давненько уже... РБВ уже смысла, мне кажется, нет даже запускаться. 21-й год, последний был. Потому что они спустились к Бухалову. О, синьки много было. 21-й год это был позор, я считаю. Это был прям позор. То есть прийти заплатить огромные деньги, я считаю, это огромные деньги за то, что просто посмотреть, как все бухают. Вот, потому что я всегда на фестивале, когда я был еще мастером универсалов и так далее, я помнил все это, да, типа, я приходил и получал пользу. Да, запятак ты там получаешь, дохренишься мастер-классов два дня, нифига себе. Сначала была с РБВ такая история. Все. Слушай, они тогда возили еще Шором, Ламонарко, по-моему. То есть они иностранцев? Был как раз. Да, конечно, конечно. Я просто тогда еще не... Два раза же вроде был, нет? Ну, на моей памяти, ну, шига посмотреть на Ламонарко. Ну, что-то такое, да, один-два раза был в Санфай. Вот он. Прикоснуться прекрасно. Вроде один раз он сам приехал, а второй раз он вроде с наставником приехал. Оказавшись перед Ламонарко, и что ты ему скажешь? Здорово. Вот, а я на Ламонарко не дрочу. Уже поздно дрочить на Ламонарко. Ну, нет, я не к тому, что я там, что все равно чувак-то знаковый. Нет, он как бы, бля, красавчик. Нифига себе. Нифига себе, да. Он молодец, огромный. Спасибо ему еще за то, что люди, барберы в чат, люди. Какие люди? Барберы. Полюбили удлиненки. Я думаю, он на вот эту часть повлиял, что он такой, удлиненки, это круто. Это может быть интересно. Отчасти, отчасти, может быть, выглядеть стильно, быть интересным. Да. Тогда пошли вот эти круглые градуировки в диагоналях, которые давно были изобретены. Креативные кантовки на удлиненки. Уголочки. Да, да. Бесконнекции, прогрессии. Вот это вот все он замутил. Да. Не только он. Но он это сделал, популяризировал, так скажем. Да, популяризировал. 100 подвижненок, да. Да. Короче, сам факт, что на фестивалях всегда были шоу и всегда была польза. То есть на сцене делилось это 50 на 50, да, типа, кто-то шоу устраивает, кто-то дает пользу, кто-то и то, и другое. Да, типа на мейнстейже, на данном мейнстейже, в котором мастера были женским универсалом, ты видел, какое шоу устраивали? Чувак с прическами, блядь, они сначала голову огромную стригли, огромную голову, реально, вот это было, да, огромную голову, да, с этими искусственными волосами, и они машинками стригли. Это вот на этом было. Я провел, как обычно, в зоне баттлов. Вот, это на этом фестивале было, кудрявый чувак с такими волосами, он прически круто делает. Костя, Костя, Константин, очень крутой парень, укладки делает, киточки. Нет, 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 нет. У него аккаунт как-то Костя. Еще мне пока прикалывает, он все время всем показывает, он с вырезами огромными, а у него вот такая шерстяная, ну, то есть, вот такая, потому что у вас шерсть вот так вот. Я видел его выступление на прошлом, менстейджа, и я прям сидел такой, думал, вау, как круто, он таких девчонок укладывал, накручивал, прям. Да, он и сам котик такой, знаешь, за ним приятно наблюдать. Прикольно, стильно двигается. Да, то есть, как бы, всегда это было, то есть, он сначала показал шоу, потом дал пользу, да. РБВ ушли из пользы. Они ушли в шоу, они ушли в то, что давайте выведем девчонок, вот, которые на, по итогу-то, в преподавательском и медийном кругу осталось одна-две, да, из всех, которых они выводили, да, типа, и то одна уже там что-то в панических атаках вся зарылась, короче, другая там, хрен пойми еще в чем. Вот, но осталась одна девчонка-олдскульщица, да, типа, которую они из которых выводили, потому что девчонка двигается, девчонка молодец. А остальные, типа, и там не должны были быть, так скажем, да, типа, по сути, потому что, ну, давайте, они выиграют в конкурс, блядь, и выйдут на главную сцену. Я заплатил 6 тысяч и прилетел из Красноярска, чтобы посмотреть на девчонку, которая выиграла конкурс. И такая, типа, я барбер-гелл. Ты думаешь, нет. Вот, а то есть на фестивалях такие, как B2D и уже MainStage тебе дают и то, и другое. Тебе дают и вдохновение, и пользу, и вот еще и конкурсы. Мне последний MainStage, мне и прошлый понравился, но в этом они сделали и очень просторно, и все в доступе. Не нужно в туалет ждать очередь 2 часа, как это было на предыдущем мероприятии. И ты выиграл второе место. Я выиграл второе место, ура, это мой четвертый фестиваль. При том, что, кстати, вот РБВ, что мы там в туалет эти проблемы, на B2D в том же помещении этих проблем не было никогда. Ну, вот как-то они ее порешали, а здесь нет. Они еще на улице поставили туалет. Там тоже было прикольно. Так коллекциям, в общем-то, ты сделал коллекцию. Давай вернемся к этому. Коллекцию, да. И что коллекция для тебя, что ты с помощью них раскрываешь, что это для тебя вообще? Ну вот, не просто выйти под стричь, не там на сцене, не вывести там одну модель, что-то показать. Почему комплексно и зачем это Барберингу в целом? Во-первых, почему перформанс мы показали? Потому что нам дали 15 минут. Не было смысла душнить. Да, дали 15 минут. По итогу Максу понравилась идея. Он дал мне 25 минут, мы выступили за 6. Ну и показали, да. А ты всегда такой быстрый? Нет. Я не мерзаю. Нет. Ты ответил очень быстро. Да. Короче. Короче. Ну и я до сих пор их выкладываю. Пишу там, читай, поэтому дальше. Понял? Я там прям рассказываю, все по шагу. Даем лайки, подписываемся на подписки. И скоро там еще видосики буду укладывать. Короче. История в чем? То есть я сначала выставил, снял коллекцию здесь. Бесконечных. Собрал про самих бесконечных. Собрал полностью все, записал видео. Есть, кстати, видео, кто хочет посмотреть, где я рассказываю про именно историю бесконечного, то есть зарождение этого мира. Его же ты презентовал, по-моему, там же, например. Да, я презентовал расширенную версию на 9 моделей. То есть здесь 3 модели, я расширен на 9 моделей, как бы, да. И, естественно, история также была расширена. Я человек, который не умеет придумывать просто-напросто образы. Ну, стрижки, да, там, которые будут соединены там одним стилем одежды, допустим, да, типа, в образах. Вот сейчас коллекции в основном это единый какой-то стиль, образ, стрижки, и, ну, есть какая-то общая концепция, которая в основном только вот во внешнем стиле и определяется. Видишь. Какая-то философия, вот это редко. Да, видишь, еще в чем загвоздка, у нас большинство коллекций когда показывает? На выступлениях. Чаще всего на постоянке из всего парикмахерского мира. А Сипчук? Ну, то есть это прям визитная карта. Я имею в виду для тех, кого, для мастеров, для тех, кого это прям визитная карточка, что он именно коллекционный мастер, да, типа, что в женском это Сипчук, в мужском я. Ярик Гельцер. Теперь, да. По сути, ну, типа, когда-то было, я там из-за каких-то моментов от этого отошел на 4 года, и сейчас возвращаюсь. У вас, помню, с Саней была что-то в спортивках, чуваки, ну, такое. Он был моделью тогда. А, ну, вот. Когда со спортивками, это был стрит, дабл стрит коллекция у меня. Я уже тогда, я все думаю, что Саня всегда стрик. Он был моделью. И после этого мы сделали совместную тоже коллекцию с ним. Вот. И потом он сам. У него в городах ярких ребят очень много было. Да. Потому что мы с ним разговаривали много, ему говорил, что надо тебе снять коллекцию. Я запомнил это как внешний стиль, ну, концепция какая-то и как бы еще, по-моему. И тогда я боялся рассказывать почему-то. То есть, ну, был синдром самозванца, там вся фигня, короче. И я боялся рассказывать то, что за этим таится. Ну, а кому это нахер надо, кроме меня? Да. Вот. И мне тогда казалось, что и коллекции нахер от него ко мне не нужны. Пока на мастер-классе в 19-м году мне полаудитории, 35 человек, не начали рассказывать за моей коллекцией. Я там так отвернулся, так сделал так. И такой, вау. Да, 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 я так и планировал. Типа, я такой, о, типа, круто, когда нет. Я прям, ну, стоял и прямо говорил, что спасибо. Потому что я не ожидал, что это кому-то нужно. А ты с чего вообще взял, что это может не понравиться? Ну, то есть, это... Смотри, даже если отреченно посмотреть на это, не как парикмахерское что-то, а это какой-то продукт, который, а, продуман изнутри, б, продуман снаружи и красиво оформлен. Ну, так любая хуйня нравится. Мне все такое нравится. Если это что-то чувствуется продуманное. Я в то время... Просто заебы свои какие-то. Я схватил большое количество хейта. У меня был скачок. В плане того, что я начал вести мастер-классы, я начал куда-то там, ну, то есть, стремиться выходить, развиваться. Я схватил прям большую долю хейта. Типа, какое-то сопротивление вместо поддержки? А ведь это в первую очередь, ты слышишь хейт, а потом ты узнаешь про себя что-то хорошее. Потому что хейтер более громкий. Вот. И про что я как раз тоже хотел сказать, что сейчас вот, куда идет вот профессия, и почему я говорю, что я там смотрю на вас, радуюсь. Ну, прям горжусь, как у нас молодая, то есть, опять же, то есть, куда у нас это все идет, и как это идет. Что тогда это было так, что ты, если что-то ты делаешь, ты урод, козел и пидорас. Потому что высаживался чуть выше, чем... Да, сейчас даже молодые барберы, да, прям такие, круто, надо пойти там спросить на мастер-класс. То есть, до этого у меня не было вообще мысли вести мастер-классы в Красноярске. Потому что здесь, типа, не ходят к своим. Сейчас это начало уходить. Я это заметил, когда... Да вот, ну, относительно недавно ребята там с Open, ваши начали приходить. У нас были барбер-дни, барбер-марафоны, что-то такое. Я смотрю, там пола аудитории, как бы барберы из других шопов. Да. Прикольно. Причем... Я хочу сказать, что такая движуха, ну, как мне кажется, из не Москвы и не из Питера, это вот только в Красноярске. Я серьезно считаю, что Красноярск – центр барберинга, потому что сейчас я в Сочи живу, я в Сочи живу три года, и мы сейчас пытаемся такую движуху сделать. Мы создали чат, куда пригласили всех-всех-всех мастеров и сказали, типа, мы тут будем, тут будет, типа, обучательная движуха, и вообще тут можно по-барберски общаться. Как-то пытаемся насильно создать комьюнити. То есть прямо не просто оно вот собралось и вокруг этого чата собралось, нет, а прямо, типа, и что обучение мы готовим сейчас в октябре, обучение для других мастеров, просто день открытых дверей. И как это встречается, так отвратительно. Это всегда так. У нас все, ой, блядь, что вы там, блядь, собрались? Ну вот я же прошел через это. Когда у нас начало, ну, типа, школа, даже вот когда школа появилась, да, когда начали какие-то вот движники, это было так. И это тем более еще в 17-м и 18-м году еще более острое все это было, потому что начали появляться вот эти вот молодые, типа, барберы-выскочки, которые, типа, до чего ты там добился, блядь, и все такое. Время, когда ты боишься сказать про свои регалии, того, что ты реально заслужил, своими действиями сделал, да, да, он выпендривается, вот, он выебывается. И, представляете, ну, я и загнался. Естественно, я не, сначала я не выдержал, я загнался. Потом я только потом понял, что это хорошо, хороший показатель, наоборот, что... Ну, когда про тебя что-то базарят за спиной, наверное, ты что-то делаешь, либо ты плохо... Значит, ты идешь впереди. Сначала, да. Если тебе плюют спина, значит, ты идешь впереди. То есть были даже мысли, там, знаешь, все бросить нафиг, короче, да, типа, и так далее, что нафиг я не... Ну, типа, это никому не нужно, короче. О, это такая вообще гадкая штука. Да, как бы, но, типа, было вот тогда толчок большой, сильный, в том плане, что это кому-то нужно, но это уже было поздно, когда мне тогда в 19-м году на мастер-классе говорили, что мои коллекции интересны. У меня был, случился творческий ступор прям. Не то, что кризис, а прям ступор, и у меня вдохновение на коллекции исчезло. В этом году это снова возобновилось, наверное, с прошлой осени. Что повлияло на то, что ты вот решил все-таки выпустить коллекцию? Ну, что-то тебя зарядило, кто-то тебя продвинул, Саня тебе там, может, что-нибудь сказал. Откуда? Что-то ты посмотрел, где-то у кого-то увидел. Ну, давай, не углубляясь, прошлый год. Не углубляясь, прошлый год очень серьезно повлиял. И после этого синдром самозванца начал уходить. Я начал трезво смотреть на свои какие-то моменты. Да, то, что, допустим, то, что я создаю коллекции, это круто. Например. Потому что есть опыт, регалии, навыки. Да. Я могу что-то мило сказать. Да, просто я понял, что то, что я создаю свои техники стрижек, что это заслуга. В определенном смысле, да. Что я молодец, что надо об этом рассказывать. А раньше просто, когда рассказывал, они такие... Столько людей не знает, что я молодец, я вам всем, блядь, расскажу. Да, а по сути-то, ну, в нашем мире, типа, если ты в преподавании в медике, про это рассказывать нужно. Потому что, а как люди узнают-то, по сути? Никак. Не важно, какой ты крутой главный, важно, сколько людей знает, какой ты крутой. То, что я создаю коллекции, я в связке... То есть, у меня лучше получается в связке придумывать образы. Вы отработали классно командой, у вас как-то был задействован, по-моему. Да, да, то есть, помогали мне стричь еще до этого всего модели, то есть, подстригали, как бы, и так далее. И здесь, то есть, сам вот этот момент, что в этом году, да, то есть, ну, в прошлом, там, осенью, у меня я просто, так скажем, знаешь, после как долгого сна очнулся и на себя как со стороны посмотрел, что я придумываю коллекции, я придумываю техники стрижек, да, там, и так далее, и так далее. То есть, у меня есть такое, что... И в этом, то есть, где-то я уникален, да, типа, в плане того, что, ну, я понял, что это моя визитная карточка, если я снова должен это показывать. Это меня, то, что отличает меня от всех. Допустим, типа, на постоянке коллекции, ну, не создает никто, допустим, именно в мужском мире, если мы говорим. Не помню никого, кого бы. Да, только, то есть, для целей, мастер-классы, выступления и так далее. Вот. У меня сейчас будет маленечко даже мои коллекции, отображения на моих мастер-классах будут тени идти. Вот. То есть, прикол в чем? Я не умею просто придумывать образы, я придумываю сначала историю. История, это не про барбер-мир, не про техники скрижек, ничего, а я когда-то, у меня был опыт в написании рассказов. Рассказы, потом стихи, песни, и все такое. Ну, короче, ты это все взял и объединил. И я, да, я фанат фэнтези, фантастики. DC или Marvel? И то, и другое. Вот. Баланс или форма? И то, и другое. Форма или фейт? Форма и фейт. Через пару лет. Это когда у пацанов спрашиваешь, что пацаны, форма или фейт? Ну, форма, конечно. Смотришь, там, въебаная она вот так. И задрочен этот фейт, да дыр затерт. И фейт просто вот такой кайфовый. Да. Но мне нравится, что сейчас коллекции, они потихонечку, вот ты их популяризируешь, я думаю, сейчас еще кто-то потянется. Ну, сейчас то, что нас начали снова соединять, наконец-то, вот, два мира, да, что... Это прикольно. Да, наконец-то. женские фристайлы, я такой... Да, ты просто съездите на B2D, посмотрите масштаб нашего мира, на самом деле. Вот, вот, это вот столько. Да, когда выходит просто, приезжает Татьянин, Руслан, и с охраной заходят, потому что они вот так раздвигают. Я настолько, видимо, узко, если что не знаю, кто это такой. Это светило в прическах. То есть, я когда начал учиться на парикмахера, в 2005 году я пошел на свои первые курсы, в 2007... Когда это было? Да, в 2007 я поступил на среднеспециальный художник-модельер образов причесок. Мне тогда про него начали рассказывать, что он уже известный. А сейчас он вообще... Там, с охраной зашел. С охраной. То есть, личный водитель, две машины, типа, во второй охраны, типа, и раздвигают вот так. И в какой-то момент, типа, он выступает, и в фестивале, где там, две или там, три тысячи человек просто. Пустой. Я такой, где люди? На корнерах нету никого. И ты такой, чик, а там же у них отдельная фотосессия, она прикольная. И смотришь, а там вот эти вот красные ленты, стоит вот так вот, четыре охранника, и вот два. И два, короче, мероприятия. Вот. И один вот так вот эту ленточку, типа. И по одному запускают. И там очередь, да, пофотаться и взять автограф. И это все люди фестиваля стояли. И ты такой. Вот это да. Туда. Я думаю, сейчас бы, да, сейчас бы только, наверное, Джош бы такое собрал. То есть, и это у нас в России. Осипчук, который, то есть, выходит, и все у сцены. Да, он крутой, да, пока не как Руслан Татьянин, да, но он крут. А вот, его на подкаст... Чей Руслан? Татьянин. Да, да, да. Вот. Извини. И, то есть, его там, знаешь, типа, на подкаст, там, что-то, 150 тысяч позвать, знаешь, типа. Ну, какая-то такая история. То есть, ты такой понимаешь, что, мы можем туда же прийти. И это круто. Ну, вот потихонечку. То есть, да, я-то изначально, когда пришел в эту индустрию, типа, красоты, я сразу же, что, сцены хочу, хочу коллекции показывать. То есть, меня в колледже нас учили коллекции создавать и фотографировать всю эту историю. Вот. Но я, да, то есть, вот у нас получается, как, опять же, да, то есть, а Степчук, ну, сейчас я вот начинаю, типа, себя зарекомендовывать снова в, там, мире барберов, как именно коллекционный мастер. Но, именно, я понял, что, да, мне нужно сразу же все свои идеи показывать, рассказывать. И я написал историю, да, типа, я написал историю про бесконечных, про трех вот этих вот бесконечных. Ты смотрел видео это? Ага. Вот, где я рассказал, то есть, с чего зарождается мир, да, этот мир именно, вот, ключевые вот эти персонажи, именно сами бесконечные, при том, что на самом деле в этом видео я писал пять персонажей. вот, но три, в центральном, три это были сайты бесконечные, там еще описывалось их родителей, про них я тоже потом сниму коллекцию. То есть, богов этих, этого мира я тоже потом задействую. Будем ждать. Вот, и, да, далее я на, приехал в Москву, там, по движухам остался у Сани, и он такой, ну, типа, мы начали обсуждать что-то про мейнстейдж, потому что 15 минут замутили, типа, все такое. Он говорит, что будем показывать, типа, ты будешь коллекцию делать? Я говорю, да, я буду делать коллекцию. Типа, выведем всю нашу команду, команда, я придумаю коллекцию, как бы, все такое. Ну, я ему рассказал про сначала идею, именно, он говорит, а что ты там, а я другую коллекцию уже собирал. Я для мейнстейджа другую коллекцию собирал. Это я для себя снимал сначала. Вот, я для себя собирал, он такой, блин, давай, типа, ну, задействуем, типа, я такой, Мы сделали, что это для утопии, да, типа, вот, по всем соображениям. И типа, что давай ее покажем на мейнстейдже, потому что она прям максимально заходит в идею самого мейнстейджа, что вот эта вот концепция, да, все. Темная концепция. Да, а здесь типа бесконечные. Здесь смерть, время и сон. Чего какой-то оклик собрал в итоге? Интересно просто, что люди говорят вообще про такие коллекции, про сложные концепции, про историю? Очень интересно. Ну, сначала я поймал отклик от голоса. Ничего себе. То есть у меня, ну да, у меня два дикторских голоса. Один рекламный, один голос рассказчика. С этим голосом я когда-то на сценах стихи свои читал. И в итоге первое, что отметили, это голос сначала. Да, то есть сначала была жизнь, да, типа. И это там стадионовские эти колонки, этот бас, типа, и все такие, спасибо тебе за голос. Жека Бородат тут вроде-то подошел, сказал, спасибо за голос или спасибо Богу за твой голос. Женщины рожают прямо в зале. А я сам стою, вот это, знаешь, слышу, когда еще такой стиль. И слышу бас такой. Я такой, бля. Ради этого я так и хотел. Я так и хотел, чтобы так все было. Да, звук был очень крутой. На сцене, в зале, типа, везде он прям одинаково читался. И это было круто. А про саму коллекцию, что вообще у нас в России думают про такие вот сложные штуки? Очень круто. Оценили прям для меня это было невероятно, конечно, что вот так приняли. И приняли максимально с теплотой, что да. Как будто бы, знаешь, вот этого ждали. Как будто не стоило загоняться. Как будто бы не стоило. Вот прям да. Вот собрав вот этот весь позитивный опыт, теперь что планируешь дальше коллекции? Сейчас, во-первых, у меня будут мастер-классы на тему бесконечность сначала. Выездные? Выездные. Здесь, в Красноярске, естественно, буду делать. То есть, пока я готовлю следующую коллекцию, я буду делать мастер-классы. Двухдневные мастер-классы. По определенному чему? Я буду, это будет как, ну, называться, естественно, то есть, бесконечные. Но у меня отдельное отделение вот это ортодоксальное. Фэйд, удлиненка, борода. Удлиненка. Я же преподаватель по удлиненкам. Ну, пока. Фэйды-то ты уж наверняка стрижешь. Да. Тоже есть свои техники там. И когда-нибудь я... Но у тебя в этой коллекции ни одного фэйда я не увидел? Нет, я же... Ну, и чисто будешь двигаться вот именно в этом направлении. Да, пока что меня же воспринимают. И я как бы иду в том направлении, что я преподаватель по удлиненам стрижкам. Ну, и опять же, то есть, если уже люди начали меня так воспринимать, да, пока что, ну, типа... Ну, хочу я так. Ну, бери в грех отказываться, если тебе самому... Да, да, да. А потом я просто проеду с туром фэйд и форма. Вот. И... Почему бы и нет, да, как бы? На одном стуле. Вот. Фэйды дрочаные. На другом. Кстати, между прочим, Багир показывает фэйд и форму, к примеру. Вот один из тех людей, который говорит, анатомический, сука, фэйд. И я такой, слава тебе, господи, здравствуй, родной. Иди сюда. Иди ко мне. Вот. И будут это именно по удлиненным стрижкам. То есть, там, я буду в первый день показывать все трех бесконечных. Именно техника, с которой... Техники, с которой я стриг. Именно эти стрижки. А ты задействовал там в каждой стрижке разные техники, разные формы, короче. Вот это вот. На... Знаешь, на мастер-классик придешь? Во-первых, да. Во-вторых, что самое интересное, на самом деле, не на каждой стрижке. То есть, у меня было две техники. То есть, у меня есть техника удлиненных стрижек моих, и там блоки. И я на коллекцию из девяти моделей задействовал два блока только. То есть, я учу не стрижкам. Я учу техникам и мышлению. Вот. Как это понимать, как это стричь и так далее. Вот. И как бы, да, я буду показывать, а потом далее... Далее я буду снимать коллекцию Безлики. И это же из этой же будет вселенной. Вот. Продолжение. Там какой будет концепт? Сейчас... У лененочки тоже, но... У лененочки. А чем будет отличаться? Ау... То есть, здесь же, смотри, коллекция бесконечная отображает три основных стиля. Да, то есть, это кэжуал, классика и креатив. Да. И я показал самое, что сейчас в этих стилях модное. Да. И опять же, относительно, то есть, средней длине и удлиненка. Да. То есть, там на девяти моделях самые популярные, известные, ну, типа, стрижки там более-менее. То есть, отображение современного стиля. Там будет маленечко в другом концепт, в плане стрижек. Вот. Конечно же, тоже будет какие-то популярные. И больше мое видение там тоже показано. А вот. И будет история продолжения уже. То есть, остального вообще. То есть, других персонажей я задействую. Именно вот Безлики это совершенно другое. То есть, и... Как там есть первое предложение, и это же лозунг коллекции будет, что богов люди создают себе сами, а демонов их желание. Вот. И там тоже будет очень мощная философия, которая будет иметь так же, как и в бесконечных отображениях, и нашего времени, наших реалий, и, естественно, реалий моды, и, то есть, стилей вот этих. Крутие. Пока карты не раскрываем, тогда. Да. Все увидим. Когда? Когда ждать? Я думаю, осень. Вот это? Да. Я думаю, осень... Но осень осталось не так много времени. Ну, я думаю, что-нибудь так. Осталось не так много времени. Я покажу коллекцию «Бесконечные» уже. А вот сейчас мне нужно... То есть, Безлики, пожалуйста, спасибо большое. Безлики. А вот сейчас мне нужно поработать с мастер-классами. С этим всем еще делом. То есть, я еще и ту коллекцию сегодня выставил. Потому что я же выставлю... Мы же отсняли все, что было всех моделей. Как еще одну интерпретацию коллекции. А тебе как раз до осени и хватит. Да. Потом с фоток запускается еще. А мне еще нужно снять видео, где я рассказываю про помощников в «Бесконечных». И почему здесь у «Бесконечных» другие лица. Почему я выставил опять «Бесконечных» и там другие лица и другие прически. В «Бесконечных» и «Бесконечных» и «Бесконечных» Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на «Школу СБС Академия». До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok